Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема. Я есть молоза, а вы ветви. Прощальная беседа Господа с учениками, часть 6. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 по 8 стихи. Господь Иисус Христос прерывает свою беседу с учениками и выходит из того места, из той горницы, где Он только что сотворил тайную вечерю, и они идут в некий сад. Придя туда, Господь указывает на виноградную лозу и, отталкиваясь от нее как от образа, продолжает свою беседу с учениками, продолжает наставление относительно того, каков есть Он Сам. 15 глава, 1 стих. Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой винограды. По-гречески ампелос. Это именно ствол, гибкий ствол винограда, который вьется иногда вокруг каких-то предметов, растет вверх, но, конечно же, имеется в виду ствол вместе с корнем. Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой в греческом тексте георгос, то есть земледелец. Итак, я лоза, а отец небесный виноградарь или земледелец. Второй стих. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Здесь стоит греческое слово клима, которое означает побег, веточка, ответвление от ствола, то есть от лозы. Мы с вами знаем, что веточка может брать силу у ствола, но при этом отдавать ее не в плоды, а, например, в листву. И, конечно же, опытный земледелец, опытный виноградарь будет очищать лишнюю листву для того, чтобы сила уходила именно в плод, в гроздья винограда. Поэтому-то Отец Небесный, как опытный земледелец, опытный виноградарь, очищает у верующих людей ту самую ненужную листву, которая не позволяет налиться спелым соком, гроздьем. То есть очищает нас от тех ненужных действий, занятий, усилий, которые, может быть, иногда и не греховны сами по себе, но не являются плодом. А что же является плодом? А плодом являются те добрые дела, которые направлены на пользу ближним и, конечно, на служение церкви и на служение Богу. И так очень часто это очищение происходит по промыслу Божию, но, к сожалению, вопреки нашей воле. Ибо Господь иногда попускает нам скорби, а для того, чтобы мы осознали, вот здесь и здесь, я напрасно трачу время, я напрасно трачу силы, я напрасно переживаю, огорчаюсь, расстраиваюсь, потому что это не есть плоды веры и плоды духа. И мы останавливаемся и начинаем делать то, от чего и получаем благодать Небесного Отца, будучи питаемы от Господа Иисуса Христа, как от настоящего ствола и настоящей лозы. Обратите внимание, обычно, когда виноградарь обрабатывает виноград, он не только очищает веточки, но очищает и сам ствол, лозу, окапывает, заботится о лозе. Но здесь Господь Иисус Христос ничего подобного не говорит, потому что он не нуждается в очищении. Он, будучи лозой, давая жизненные силы и соки, сам очищает. Следующий, третий стих. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. И здесь стоят два важных термина. Вы очищены или чисты через слово логос, то есть слово, исполненное смысла, которое я возвестил вам. Стоит глагол лалео, возвещать публично, говорить публично о чем-то важном. Итак, еще нет искупления. Еще Господь Иисус Христос не взошел на крест. Еще Он не воскрес, не вознесся. Еще нет пришествия Святаго Духа в День Пятидесятницы. То есть нет полного искупления и очищения. Но Господь уже начал предочищать учеников через возвещение им своего учения слова. И, конечно же, мы сейчас, когда имеем все вышеуказанные дары Божьи и благодать Святого Духа и искупления от Господа Иисуса Христа и языки благодати и огня от Святого Духа, не должны забывать и не должны пренебрегать тем, что у нас еще есть и очищение словом через учения Христова. А чтобы узнать это слово, конечно же, в первую очередь необходимо читать Священное Писание Нового Завета и прежде всего Евангелие. Сейчас слово медитация является скомпрометированным в русском религиозном языке, потому что очень часто этим термином обозначают особые духовные состояния тех лиц, которые практикуют восточные религии. И поскольку для нас восточные практики не подходят неприемлемы, то и слово медитация для нас, к сожалению, является негативным. Однако само по себе латинское слово meditation или размышление, а лучше перевести так размышление с созерцанием, указывало в Древней Церкви, в Западной Древней Церкви на особый подход к чтению и изучению Священного Писания. Когда не только подвижники, христиане читали текст, но при этом и молились Богу. Молились не только для того, чтобы Бог открыл им смысл, это понятно, но молились и о чем-то другом, на что наводили их размышления над словами Священного Писания. И получалось, что здесь и молитва, как обращение к Богу, как просьба к Нему и ответ Божий, который мы находим в тексте Священного Писания. Поэтому, конечно же, несмотря на то, что этот термин мы сегодня не используем, но мы вполне можем прибегнуть к самому содержанию этого древнехристианского подхода. Читать Священное Писание, его разуметь, но соединить его с молитвой, с сердечными внутренними воздыханиями Отцу Небесному, Господу Иисусу Христу и Духу Святому. Четвертый стих. «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь, не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Господь еще раз указывает ученикам, что это единство лозы и ветвей означает, что они взаимно друг с другом соединены, так как если бы взаимно вдруг во друга проникали, «прибудьте во мне, и я в вас». А дальше указывает, «не может ветвь что-либо делать, если не получает живительных сил и соков из ствола». Пятый стих. «Я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». И вот здесь Господь уже разъясняет, что, конечно же, образ лозы и образ ветвей – это указание на него и на учеников. Но если веточка не находится на лозе, конечно же, ей неоткуда взять эти животочные питательные соки, и в таком случае веточка не сможет принести плод в виде гроздь винограда. И поэтому Господь, уже переходя от этого образа, вообще говорит о нашей жизни, «без меня не можете творить ничего». Шестой стих. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Он хочет сказать, не заблуждайтесь, не придумывайте себе, что вы, будучи отсеченными от меня, а лучше сказать, отсекая самих себя от меня, что вы упадете в землю и сами станете лозой. А именно таково действие гордыни. Люди потому и отвергают Господа и Иисуса Христа, что говорят, нам не нужен Бог, мы и без Бога можем что-либо делать. Но, конечно, поскольку здесь речь идет не о каком-то внешнем мирском делании, не об изобретениях, не о путешествиях, а речь идет о духовной жизни, о спасении. Господь поэтому утверждает, без меня не можете творить ничего, если вы отвалитесь от меня, от ствола, вы, упав на землю, не дадите сами по себе корня, вы высохнете, и высохшие веточки выбрасывают в огонь за ненадобностью, который их изжигает. Итак, если вы прибудете во мне, а дальше стоит греческое выражение та-рима-та, то есть производное от слова рима, речь. Здесь говорится именно в целом об учении Господа Иисуса Христа. То, чего не пожелаете, просите и будет вам. Конечно же, в таком случае, если учение Господне пребывает в учениках, в нас с вами, мы не будем просить от Бога чего-то дурного, плохого или злого. Мы будем просить того, что соответствует учению Христову, и более того, по Его Слову, будем просить во имя Его у Отца Небесного, и Отец Небесный дарует это нам. Восьмой стих. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Для того, чтобы прославить Отца Небесного, Господь Иисус Христос восходит на крест. Но для того, чтобы нам прославить Отца Небесного, необходимо усвоить это крестное действие Господа, через которое Он нас очищает и искупает, и дарует нам силы. Он, как животворящая лоза, дает нам силы, но эти силы нам необходимо направить на добрые дела. И только в таком случае, когда и учение Его пребывает в нас, и молитву мы обращаем к Небесному Отцу, тогда мы и сможем принести плод. И тогда можем называться Его учениками. В этих словах Господь Иисус Христос ясно указывает на необходимость как изучения Его слов, так и на необходимость молитвы для того, чтобы принести обильный плод в духовной жизни. И вот словно, как у подвижников древности было сравнение, что пост и молитва – это два крыла христианина. Это правильное, замечательное сравнение. Мы можем сказать, что здесь Господь Иисус Христос указывает на еще другие два крыла для христианина. Первое – это усвоение Его слов и учения, а второе – это молитва, не только личное, но и богослужение. И первое и второе – если прибудут, то тогда позволят нам делать те самые добрые дела, которые прославят Отца Небесного, и вносить высокое звание христовых учеников. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok